Сюда, в Ланжо, я приехала с целью поступить на дизайнера, потому что я училась на дизайнера около 6 лет. Я художник. Про специальность. В Ланжо очень много специальностей, которые можно выбрать иностранному студенту. Но я свою цель просто поставила на дизайнера. Почему я выбрала дизайнера? Потому что я сама художник, я училась на художника 6 лет. Это очень хороший опыт был, конечно же, и сейчас я продолжаю свою деятельность. Но есть некоторые нюансы по дизайнеру, потому что именно Джаотонский университет не специализируется на дизайнера. Скажем так, Джаотонг-досье специализируется на коммуникации, дорожные движения и на логистику. Так что, если вы хотите поступить на Джаотонг-университет, на наш любимый университет, то лучше всего на логистику, на коммуникации, на транспорт. Если вы, конечно же, любите эти специальности. И про мои мечты я могу рассказать то, что, да, с целью я приехала сюда на дизайнера, но всё ещё в догадках, всё ещё думаю. Расскажи, пожалуйста, про кампус университета. Насколько он большой? Кампус университета — это просто нереально огромное здание. Это очень большой. С одной стороны, у нас всё есть, всё абсолютно. Хочешь — иди, хочешь немножко потренироваться. Вот он стоит, волейбольные площадки, есть баскетбольные площадки, есть просто стадион, в котором можно по углу там пробежаться. Там иногда проходят соревнования очень хорошие, весёлые. Что у нас ещё есть? У нас есть Тушугуан, у нас библиотека очень хорошая, очень большая. И там есть очень просто... Это просто чудо, что там есть кино, которое иногда начинается в 12, иногда в 7. Ты просто можешь прийти, посмотреть кино на китайском и также практиковать свой тингли. Вот. У нас есть столовка, у нас есть вот такие вот очень красивые беседки китайские. Тут у нас есть... У нас есть суши, общежитие. Очень большое, красивое, уютное, тёплое. Айжан, вот студенты, которые собираются приезжать в Китай, кому бы ты посоветовала поступать в Ланчоу-Джиоу-Доннингерс? Я бы посоветовала всем иностранным студентам. Но если ты, ты очень энергичный, очень... У тебя есть цель куда-то идти. Или сейчас ты в догадках, куда бы пойти, учиться в Казахстане или за рубежом. Ну, если так посчитать, конечно же, учиться в Казахстане рядом с семьёй, это отлично. Но в Китай, приезжай в Китай, потому что в Китае тебе ждёт огромное будущее. Ланчоу — это наше будущее, ты должен сюда приехать. Если у тебя есть мотивация, если у тебя есть всё, что есть, всё, что надо, именно в Ланчоу, приезжай, не пожалеешь. Просто мы не могли говорить на китайском, но потом... Но потом мы как-то привыкли. И вы живёте в этом же здании? Мы живём в этом здании. Вот наши аишки. Если у нас потерялся, например, ключ или мы не можем зайти в комнату, мы просто можем сказать... Это наш девятый корпус. То, что очень хорошо, тут очень близко. Буквально за три минуты мы можем пробежать. Когда мы опаздываем, мы просто можем прибежать и успеть на урок. Самое главное, что требуется от наших иностранных студентов. Самое главное — быть активным в классе. Не опаздывать на урок. Пожалуйста, не опаздывайте на уроки. Второе — это просто поднимайте руку. Син, меня все знают. Все знают, что я очень активная в классе. Иногда у нас есть перерывы, там, 10-15 минут. Иногда учитель просит меня спеть на уроке. Вы спеть просто на уроке. Знаете, это так... Учитель нас понимает, мы даже можем расслабиться. Она иногда включает нам... Подполагается хорошему иностранному студенту — это, конечно же, учиться два часа. У нас... Мы всегда учимся по два часа. Перерывы у нас по 10-15 минут. Мы успеваем за это время... Мы можем успеть сделать домашку, которую мы не успели сделать. Нагрузка у нас, да, как я уже говорила, не так, что и велика. Нам просто следует повторить, изучить и запомнить. А библиотекой занимаетесь? Библиотекой я, конечно, занимаюсь. У нас по HSK. HSK — это самый главный экзамен. Самый главный экзамен в нашем семестре. Сейчас мы сдаём. Я уже сдавала пробные HSK. Я выехала сюда, ничего не понимала на китайском. Потому что, хотя я училась в Казахстане один год, мне это всё равно немножко помогло. А когда сюда приезжаешь, и у тебя много практики, вот. И когда я с ней общаюсь, я сейчас очень хорошо понимаю китайский язык, понимаю все недочёты и абсолютно всё понимаю. Но когда мне приходится КОИ, то есть День знания, вот так я учусь в библиотеке. Библиотека находится не очень далеко, так что можно где-то за пять минут дойти. И за пять минут вернуться. Сколько у вас человек в группе? В группе у нас 24 человека. Я единственная казашка там. Потому что я учусь в A-классе. А-класс — это более продвинутые, чем D, B, C. Очень много еды, разнообразные. Но то, что мне тут не нравится — это острые. По идее, я не привыкла кушать острые блюда, но я говорю «буяу ладзо» и всё. Это то есть не ложите, пожалуйста, перец в моё блюдо. И всё. 815-е. Самая уютная комната, в которой я знаю. Вот. Это наша огромная кухня. Тут мы и готовим. Я живу с четырьмя девушками. Четыре из Казахстана, конечно же. Вот. Тут мы обычно все готовим. У нас пока всё есть. Кстати, тут можно поменять, как хочешь. Я меняла уже три раза, и сейчас это мой стандартный. Мне тут удобно, потому что солнце падает. Уроки делаю на отлично. Насчёт моей жизни. Тут мои медали. Лед. Очень, очень дёшево. По сравнению с казахстанскими пледами, очень дёшево. Так что, да, очень хорошо. Тут тепло, уютно очень. Скажи, пожалуйста, какое место ты заняла? Я заняла... Я заняла... Это первое, третье место у меня. И ещё одно третье место. Я обычно готовила... Обычно... Ну, моя самая любимая еда, это, конечно же, суп. Картошка. Картошка на китайском будет в дом. Вот. Сегодня... Вчера я приготовила гречку. Потому что очень сильно соскучилась по домашней еде. У нас всё есть. У нас доска. Нож. И, конечно, продукты, которые мы покупаем за очень дешёвые цены. У вас, получается, двое девочек, да? Да. Получается, две комнаты, это две девушки, две девушки, четыре человека. А почему в столовой не кушать? В столовую мы кушаем, когда у нас времени не хватает. У нас... Мы можем легко пойти в столовку, покушать. В столовке очень дёшево. И мы можем всё, абсолютно всё заказать. Я просто жить не могу без волейбола. Как я вообще пришла на дорогу волейбола, это... У нас в школе, которая в Ахтубе, в Казахстане, мне самая любимая учительница по индонгу, по спорту, она сказала мне, Ая-Жан, у тебя есть будущее в спорте. Так что просто участвую в разных спортивном мире. Надеюсь, ещё скоро, во втором семействе, тут у нас пройдёт соревнование, в котором обязательно мы получим первое место. Первое место. Недавно у нас проходило соревнование против китайцев. Но это, конечно, не так, что и Ялчонг, то есть импортант, но очень... Не очень-то и серьёзный, серьёзный... Каждый день после учёбы, именно в 4 часа, потому что тут есть отличные китайцы, которые... Я их знаю, и они меня знают. Я с ними играю постоянно, даже имена знаю, мы с ними познакомились. Они тебя принимают, то есть есть какое-то, допустим, национальное такое чувство там в игре? Национальное чувство? Скажем так, когда они первый раз увидели меня, они сказали, ого, а ты из какого... из какой столицы вообще? Я говорю, я казашка. А когда будет следующее соревнование? Следующее соревнование у нас будет во втором семестре. Мы... Кстати говоря, соревнование у нас... У нас теперь новая команда, потому что в том году у нас хэппи, это козыбек, вы, наверное, не знаете, где мы хороши, где мы не очень, кто будет нападающим, кто будет блокирующим, кто будет связкой. Вот это вот всё мы медленно освоимся, и потом у нас будет соревнование. Мы надеемся, получим первое место, и мы докажем китайцам, кто мы такие. Субтитры сделал DimaTorzok